Вот мне будет так сложно отказаться от этого. Какая там карамель, Полиночка? Это подарок небес! Привет, мои хорошие! С вами Селена Свейн. Одно мы с тобой уровни. И Полина Бонд! Сегодня очередное видео, которое мы для вас придумали. Недавно мы созванивались с Полиной, и я ей говорю, вот, я там вот это ем. Ну, что-то мы заговорили об этом, да? И Полина говорит, я так люблю сладости, вот мне будет так сложно отказаться от этого. Приехала она ко мне в гости, и я думаю, блин, классно было бы угостить ее своими вкусняшками. Потому что на самом деле, Полина, я тоже сладкоежка жуткая. И для меня диета или правильное питание, где нет сладкого, просто невозможно, потому что у меня взрывает мозг от того, что мне нужно сладюшку. Я привыкла, я люблю. Да, нужно всегда завершить еду сладким, да? Да, да, десертиком. Какую еду ты обычно сладкую ешь? Вот что ты любишь? О, я обожаю выпечку, всякие булки, это прямое. И шоколад, я люблю. Напомнила, сейчас еще шоколадку принесу. Пока я шла за шоколадкой, заговорили про детей, типа, что из сладкого там даешь. И вот, Полина говорит, пробовала такие батончики правильного питания. А я давала, да, и там протеиновый батончик клубничный. А ей не нравится, да? Да, или вот я делала ладушки с протеином, он сладкий, клубничный, он мне вкусный, шоколадный. То есть, как бы, я делала вроде бы овсяная мука, там, все как бы правильное, бананчик, сладенько, вкусненько. А ей не вкусно, она не ест. Она просто не ест. Но я, вот Деньку, на самом деле, вообще стараюсь не баловать вообще сладостями. Он что-то бывает берет какую-то шоколадку, там, типа, сникерс. Я говорю, нет, нельзя тебе положить на место, это для взрослых. Вот так я ему говорю. Воспринимает, да? Да, но он у меня любит сладости. Например, молочный ломтик сейчас я ему начала давать. То есть, в день он один молочный ломтик съедает. Но мне кажется, что там как раз-таки, да, возраст нормальный для детей. Что там? Ну, он у тебя помладше, у меня уже таким не проведешь. Ну, да, может быть, когда он станет повзрослее, да. Да, ну, я по максимуму оттягиваю эти моменты. И вот эти всякие сладости, где много сахара, непонятных всяких, там, всего-всего, е-е-е, я не даю. И для него, на самом деле, счастье и лакомство, это вот эти вот с 5 месяцев натуральные конфетки фрута-няня. Я их просто пачками вот так беру. И если мне что-то от него надо, я всегда ему конфетку. Это которые такие, как мюсли, да, получается? Они как будто в йогурте такие. Нет, сейчас покажу. Гоню с 12 месяцев. Да, да, они такие как будто в белой, да, такой, полосочкой. Они не все в белой, а там одна только. Один в йогурте, да, как будто бы. Да, а остальные вот такие. София не любит у меня такую вот. Вот злаковая? Нет, 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 вообще. О, у меня Дених обожает. Я вот такие люблю всякие вот эти вот злаковые батончики или сухофрукты. Я вчера даю сухофрукт, она не откусила, говорит, нет. Мы сегодня в садик ходили, я говорю, мы проснулись 15 минут назад, а одна из мам говорит, быстро вы собрались. Я говорю, я конфетку дала. И он делает все, что я захочу. Одевается быстро и будет быстро. Да, ну, иногда приходится немного манипулировать. Ну, хорошо, когда ты еще пока действуешь. Да, еще есть чем, да. У нас мотивация такая. Сонечка, сходи еще два дня, потому что два выходных она. О, хорошо. Ура. Еще схожу, окей. Так, ну что, приступим. Сегодня я хочу накормить не только сладостями Полину, своими все ппшное, все, что можно мне сейчас есть на сушке. Ну, заодно вам покажем, что, да. Летками тебя сейчас угощу своими ппшными. Вот, куча ппшной еды. И сейчас Полина все это будет пробовать. Значит, первое, что я, кстати, купила, и моя фитнес-тренер, она советует вот этот вот хлеб. Я до этого его не покупала. А вообще, я люблю хлеб. И я пока что питаюсь хлебцами. Вот, фитнес-хлебцы. Кстати, а ну попробуй хлебцы, чтобы... Я хлебцы как-то одно время ела какие-то, но мне не знаю. Они никакие. Их в прикусочку надо. Но я вот люблю... Ну, как-то бы... Никак, да? Ну да, да. Нет, если их мазать чем-то вместо хлеба, да? Ну а, я люблю вот этот сыр ликота. Лайт. Можно не лайт. Намазывать на вот этот хлебец. И сверху, например, какие-то морепродукты класть. Либо семгу слабосоленую. Давай для начала... Знаешь, что я хочу? Хлеб. Потом, наверное, ничего не влезет. Я хочу попробовать этот хлеб, потому что я его сама только купила. Я о нем тоже много слышала. Вспомнить. Все, кто на ПП, они его рекомендуют. Но я его не помню. Да? Да. То есть это не одна моя фитнес-тронница? Он якобы же бездрожжевой, правильно? Он бездрожжевой. Там как... Вообще, она говорит, там какой-то самый лучший, идеальный мечта состав. Ну да, да, да. Я тоже слышала. Называется так. Гриднев. Хлеб литовский с кориандром. Но вообще там есть еще... Именно Гриднев, короче, все рекомендуют. Насколько знаю. Я даже слышала. Держи, моя дорогая. Он уже порезанный весь, как я люблю. Идеально. Как будто бы Бородинский. Да. И сверху я хочу положить... Вот в одном из своих влогов я вам показывала, как я готовила вот эти вот ПП-котлеточки. Что у нас здесь внутри? Ничего хорошего. Там... Ничего вредного. Непонятно. Они не из мяса? Не из мяса. Индейка тут. Ага. Здесь индейка полкило. Здесь половина кабачка цукини. Здесь половина... Не половина, а столько же, да? Один к одному. Этого. Зеленого. Ну, кабачок ты сказала? Нет, ничего. Брокколи. Брокколи, вот. Брокколи. То есть столько же, сколько и кабачка. Один лучок. Соль, перец. Одно яичко. А яичко нам нужно. Яйца наши все. И что? Я обваливала их в отрубях овсяных. А, я уж думаю. Обжаривала без масла. А потом доготавливала в духовке. Но у меня духовки нет. У меня мультиварка с функцией выпечки. 20 минут. И сейчас ты заценишь, что же это. Мне уже нравится, потому что я обычно люблю такую еду. В плане там кабачок или там брокколи. Я такое ем. И мне это нравится. Есть люди, которые просто там. Я говорю, кабачковые там оладьи. Ой, мне уже не нравится. Это ко мне нравится. Бери клади на хлеб. Ну вот. Знаешь, с чем мне привычно? Потому что это без соуса. Как-то соусом было бы привычно. Вкусненько. Помидорчик нужен. Или лист салата. Есть, сейчас перенесу. Наш зеленый. У нас как пикничок, слушай. Я так люблю, когда огурцы пахнут. Огонь, да? Я одно время вообще не ела соус. Это майонез и такое. Прям вот отучила себя. И мне, ну как бы, все нормально было. А потом я начала летом, когда была в гостях. Ребята ели все с соусом. И капец, я просто привыкла. И теперь не могу. Мне все кажется сухо так. Но вообще классно разбавлять действительно там огурчиками, помидорчиками или семисалатами. И все такое дома тоже есть. Кстати, есть ппшные. Я тоже смотрела это видео. Майонез. Майонез. Советовала. Не майонез, а горчица там есть какая-то ппшная. Ну это по сути майонез, просто он делает... И томат есть тоже ппшный. Мне все это надо найти. И джем вообще еще. А томатная паста, она разводит как бы. Какая-то есть там маленькая, которая одну можно, а так и везде сахар есть. Вот она сейчас сахар есть. Ты смотри, короче, состав. Самое интересное, я когда выбирала томатную пасту, которая стоит дешевле, она без сахара, которая дороже с сахаром. Я не знаю, в чем прикол. Ну сахар еще. Вот помидорка есть, она без сахара, там просто томатная паста и все. Короче, надо искать, надо смотреть состав. Вот, продолжаем пробовать. Ну хлеб как будто бородинский. Ну да, классно. Ничего особенного в нем не вижу. Конечно. Да, в плане того, что... Особенное то, что когда ты сидишь на пп там или на похудение... А тебе можно хлеб, да? Тебе можно хлеб, в принципе. Если суховато, то да, все это вот. Огурчики, помидорчики, вообще классно. А говорят, бездрожжевой хлеб, он не портится. Его можно даже не в холодильнике хранить. А, да? Угу. Я все переживаю, чтобы он не испортился, я его редко буду есть. Ладно, докушаем, вернемся. Пока мы едим, надо же запить. Я Полине уже вообще сделала плату с кокосовым молоком. Это вот молоко. И еще кокосовое молоко не все можно, на самом деле. Ну, мне лично на сушке обезжиренное. Вот это вот фирма, да? Не всем можно? Не всем можно молоко. А, не любое? Да, то есть там жирность какая-то должна быть определенная. Ну, короче, вот это вот я пью сейчас. Оно совершенно обезжиренное. Ну, вообще, насколько я знаю, вот эта фирма так себе. Потому что мне хорошая, она еще и стоит, ни хрена себе. И дешевле. Да, но у нее типа сахар есть и там. Нет. Нет, это без сахара? У-у-у. Как раз таки вот это мне и можно только. Вода, кокосовая, мляко. Кокосовая, вода, Орис, трикоцей, фосфат, стабилизатор, гумацилан. Ну, короче, нету сахара, а вот русский состав. Натуральный, не содержащий лактоза. А вот русский состав, точно. Я как это слышу, тормоз. Не содержит молока, глютена. Ну, короче, понимаешь? Ну, да, кстати, а есть просто такое же с сахаром, нужно смотреть. Да, поэтому надо быть внимательнее. Но, латайте понравилось с этим или тебе чего-то не хватало? Ну, нет, мне вкусно. У меня даже сладко было. Я еще, ты спросила, сладенько, говорю, я думаю, с сахаром. Он сам по себе без сладеньких я тоже не наливаю. Ну, вот попробуй сам. Мне, кстати, по результату генетического теста сказали, что лактозу я, типа, не усваиваю. Мне чистое молоко и сливки нельзя. Я вот купила гречневую попробовать, с овсяным пробовала. Мне нормально, мне вкусно. Я покупала, когда какие-то, мне вот не нравились, ни с овсяным, ни с чем. Вот кокосовый один раз попробую. Ну, вот кокосовый вкус. У меня есть кокосовые чипсы. Было мероприятие, там были кокосовые чипсы шоколадные с карамелью. А мне попались фитнес. Какая там карамель, Полиночка? Слушай, ну, классное молоко, я его тоже вот так вот просто не пробовала. Я его все время только в лат, и на самом деле оно вкусненькое. Я в чистом молоко тоже не пью обычно. Так, ты что, уже доела? Мне надо скорее думать. А мне половиночку. Ладно. Запей. Запей. Запей, ну, все. Регистриала тут. А, кстати, брокколи особо-то и не чувствуется. Да, и цукини не чувствуется. Ну, да. А индейка чувствуется? Ну, мяско чувствуется, да. Ну, как тебе? Ну, просто мясные котлеты. Ты вот ела такие, или тебе чего-то не хватает вообще? Нет, я люблю такое. Мне не хватало в бутерброде только соуса, ну, потому что я привыкла. На самом деле это вредно, и надо отвыкать. Ну, вот такие котлетки против котлеток свинина, говядинка. Да, такие, знаешь, как с хлебом делают. Да, да. Я такие люблю, да, но не готов. Один ноль. Поехали дальше. Теперь я приготовлю у Полини бутербродики, которые я тоже часто ем, особенно на перекус. Это вот с такими хлебцами фитнес, да, я уже их показывала. Вот они, хлебцы фитнес. Мне не нравятся, потому что они нейтральные и, в принципе, не забирают вкус того, что я собираюсь делать. А ты вот такие, доктор Кёрнер, не брала? Гречневые есть. Лежат там. Рисовые. Ну, просто я их не стала доставать. Рисовые, вкусные, с прованскими травами ела? Да. Мне вот эти больше нравятся. Они там лежат у меня с прованскими травами. Ну, мне вот эти больше нравятся, потому что вот рисовые вот эти, да, они немножечко, вот они мне напоминают вот эти попкорны, да. Есть какие-то моменты, которые застревают в зубах, поняла, что-то из чего-то там сделано, не пойму. Они как бы вкусные, классные, но мне больше нравятся эти, потому что эти тают во рту, и они однородные какие-то. Почитай, пока я тебе буду делать бутербродик. Давай, давай. Сыр рикотта, сейчас я намажу сюда сырок и положу, значит, морепродукты разные, сделаю вот такой бутербродик. Я либо с лососем, либо с морепродуктами делаю. Сейчас сделаю и закежем. Готово! Готово! Смотрите. Ну, я как бы положила сейчас этих морепродуктов, чтобы они просто не улетели, да, чтобы ты попробовала. С одной стороны, значит, это мидии положила, да, вот у меня здесь креветки с одной стороны и отдельно кальмар ещё. Они идут в рассоль. Я обычно всегда беру в масле, мне очень нравится, когда в масле. Ну, в масле можно тогда, когда ты, как бы, не на сушке. Да, когда ты, может быть, для поддержания фигуры, может быть, можно. Но пока что, вот, это то, что я тебе могу предложить. Всё без масла да без сахара. Да, худеешь. Пробуем. Такой бутерброд я ещё никогда не ела. Да? Я никогда не делала с такими. Я, кстати, знаешь, как-то отдельно ем. С хлебушком. Ты, блин, кстати, в сторис своих постоянно такие бутеры делаешь офигенные просто. Там такое творится в сторис у неё в инстаграм. Каждое утро какой-то запечённый там с чем-то. Сладкий, не сладкий. Конечно, не сомнится. А такой не ела, да? А такой не ела, да. Ну, я думаю, что я из своих продуктов тоже буду что-нибудь выдумывать. Сейчас ещё джем куплю, найду его. Нет, и с этим хлебушком. У тебя сыр можно? Вот это только. Такая? Угу. Просто я знаю, что на ПП можно там типа лёгкие 15-20% сыры. Ну, они твёрдые, как российские выглядят. Угу. У меня она облегчённая. Пока никаких нельзя. Нет, ПП это одно. Сушка другая уже. Да, я поняла, да. Пока нельзя. С креветкой вкусно. Угу. Ну, необычно. Ну, вкусно. В плане бутерброда это очень необычно. Ну да, вкусно. Ммм. Я голодная. Ты знаешь, что люди делятся на две категории. Те, которые смотрят видео про еду, одним просмотром наедаются. То есть они смотрят, как другие едят, и они сами не хотят есть. А есть другие, которые наоборот хотят. Мотылисты каких? Я хочу. Угу. Я тоже, знаешь, бывает вечером начинаю, там на Пинтерест, например, зайду в какую-нибудь еду. У меня там рецептики. И я всё такая, нет, надо закрывать. Иначе я сейчас пойду к холодильнику. А вы напишите, вы наедаетесь? Вот вы наелись? Мы тут поели, вы наелись? Или всё-таки побежите кушать сейчас? Так, с чем бы ты могла сравнить вот эти бутерброды? Или, ну, представь, хорошо, сыр запечённый, там, с креветками, в масле, на куске белом хлеба. Кстати, белый хлеб, я к нему спокойно отношусь. Мне надо, чтобы ты выбрала. Тот бутерброд, который я тебе сейчас предложила, или тот бутерброд... Или свой, с колбаской. Да. На самом деле, зная, что ты ешь правильную еду, это прям приятно. Ну, потому что ты знаешь, что я себе делаю хорошо. И сейчас вот я бы тебе предложила два бутера, какой бы ты выбрала? Блин, ну не знаю, мне все нравятся. Ну, с котлетками, пожалуйста. Нет, именно вот этот, который я тебе сейчас... С морепродуктами? Котлетки ты уже там сделала, нам было ангалочку. Ну, я не знаю, ну, в плане бутерброда, ну, так. Мне больше нравится так кушать морепродукты. Короче, она не может признаться, но, походу, ей больше нравится её бутерброд с колбаской. Поэтому 1-0. Нет, уже 1-1. Котлетки выиграли, но морепродукты, к сожалению, с хлебцами не выиграли. Но для меня это очень-очень вкусно. И я к колбаскам возвращаться не собиралась. Никогда. Никогда, надеюсь. Так, а теперь я хочу Полине предложить сладости. Она сладкоежка, и я сладкоежка. И, честно говоря, я сидела 5 дней на диете своей. Потом начался марафон. И вдруг нам скидывает наш фитнес-тренер, что можно нам есть сладенькое. И тут ты такая... Первая она скинула, история такая. Она скидывает вот эти вот хлебцы, говорит, вот карамельные хлебцы, они мне очень нравятся. Это доктор Корнер, да? Медовые, новые, кстати, я хочу попробовать сейчас. Типа, вот попробуйте, они одни из вкусных. Там вот есть ещё вот такие-такие-такие вкусы. Я нежданно, негаданно просто иду в магазин, беру эти карамельные, просто их открываю без всяких ожиданий. Девочки, просто умираю от удовольствия, потому что я 5 дней не ела сладкого. И тут карамель мне в нос. Они сладкие, да. Они сладкие, они воздушные, да. Как вот этот карамельный попкорн на театре. Я просто ела, и мне кажется, у меня прям кровь к мозгу вот так прилилась. Я просто ем 4 штуки, съела нон-стоп. И пишу к нам туда в общий час, и говорю, девочки, эти карамельные. Ты знаешь, вкусные? Да, я знаю. А ты пробовала с черникой? Есть такие. А мне... Нет, они лежат, я не пробовала. Черничные. Они сладкие? Да. А, я думала, они не сладкие. Я их открыла, короче, сложила, подумала, они не сладкие. Сладкие, они со вкусом черники. Офигеть. Да, они вкусные. Так, надо попробовать. Так, и медовые. Давай, ты карамельные пробуй, потому что я карамельные знаю, и ты их знаешь, да? Ну, медовые вот я вчера увидела, на самом деле. Знаю, очень давно я. Да? Вот мои любимые карамельные и с черникой. Класс. Вот это гречневые, наверное? Нет, медовые. Смотри. Медовый. А, злаковый коктейль. Ну, получается, он тоже должен быть сладкий. Нет, да, я имею в виду, знаешь, бывает, смотри, это кукурузный, кукурузно-рисовый, а это злаковый. То есть, разные злаки. А, я не знала. Есть рисовый, есть кукурузный, есть гречневый, они же разные все. Ммм, тоже сладенький. Слушай, но он как будто просто сладенький, от меда не чувствуется. На него как раз можно нормально нафигать вкусняшку. Угу. Ну, это прям как печенька. Вот и смотри, подожди, не дайдай. Давай. Ммм. Ну, то есть, понимаете, для меня достаточно просто этого сладкого хлебца, и я уже в кайфе. Но тут недавно открывается, и я вдруг решила пересмотреть это видео, девочки, я уже тоже 5 дней или неделю на этой сушке, и вдруг я решила пересмотреть видео. Когда кучу информации фитнес-тренера наша скидывала, я половину проигнорировала. И вдруг я заглядываю, только смотрю видео, и она там говорит, вот для сладкоежек вот это вот супер-пупер, шоколадная паста, арахисовая паста. Я думаю, дай попробую, да не верю я. А где ты их покупала вообще? Я это все заказывала у нее, потому что я нигде не могла найти, у нее спортик. Потому что в магазине обычно арахисовая паста, она идет солью, солью, солью. Да, 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 там не было. Я купила сначала фигню какую-то, попробовала 15 грамм, она говорит, блин, что ты там попробовала? У меня вот есть все, я у нее сразу заказала всего этого. Короче, первое, давай со сладким, это чистая арахисовая паста, просто без ничего, чистая арахисовая паста, просто перетертая. Она не сладкая, но она создает какой-то интересный вкус. И ее как раз-таки можно есть со сладким хлебцом. Давай сюда хлебец, я тебе чуть-чуть положу, потому что я же не знаю, как ты к арахису вообще относишься? Спокойно, ровно. Мне просто мама не любит арахис, поэтому для нее все эти вкусняшки как-то богат. Я бы сверху еще бананчик. Нельзя бананы нам сейчас. Пока мы не достигнем результата, мы вот сидим на такой вот сушке. Когда достигнем результата, тогда можно будет уже добавить и фруктики, и что-то еще как-то. Прикольно. Сладко из-за того, что в самой куфле сладкий. Да. А вкуса нет? Нет, не могу объяснить. Припудренное, да, такое ощущение? Как будто не просто орех съел. А что-то вкусненькое съел. Ну что, у тебя замена сладюшки какой-нибудь? Угу. А как хочется чай пить? Вообще с такими сладостями очень крево, нам же много воды надо пить. Два литра. Ну я бы такой с кофе, не знаю, у меня вот есть вкусы, которые хочется вот с чем-то молочным. С кофе. И вот с кофе, с молоком, да. А бывают вкусы, которые хочется только с чаем. Вот это я бы с кофе. А я с чаем. Нежный такой вкус, и прям кофе с молочком ходит. А я с чаем, потому что я люблю такие вот вещи, когда они сильно сладкие или сильно соленые, запивать много. Кофе я не могу вот так залпом пить. Мне кажется, оно как бы само по себе полноценное кофе для меня. А вот чай, его прям вот так. И пол-литра делаю кружку себе. Так, давай я тебе сейчас с другой стороны намажу вот этот шоколадный. И вот это уже можно не на сладкий вообще мазать, но я тебе на сладкий намажу. И ты просто охренеешь. Ну давайте мне на свой намажешь, и я попробую как раз так. А, давай. Сейчас я пойду ложку помою только. Говори, говори это в камеру. Постоянно печенюхи покупают. Говорит, надо тоже себе такое накупить вместо печенья. Ну потому что да, когда дома лежат сухофрукты, и ты их ешь, потому что ты хочешь сладкого, да, и как бы, окей, я съем сухофрукты, это лучше. И когда есть такое, ты не ешь печенька. Здесь дома печенька, ты ешь печенька, соответственно. Да. Булочки. Но на самом деле у меня сейчас настолько сильная мотивация, что у меня вот я тебе средний ящик показывала со всякими ппшками, а нижний ящик полностью доверху забит всякими сладюхами. И я туда не лезу. Да, молодец. И не хочешь. Так. А я вот, если я люблю, я не могу. Я вот пока не съем. Оно мне дома не останется. Недавно это, как раз на начале вот этого пп, меня пригласили на день рождения. И я пришла, там полный стол всяких вкусняшек, офигенский алкоголь. Я взяла с собой вот свои хлебцы какие-то там. И, ну, алкоголя, конечно, вот столичка мне налили все-таки, да, там шампанское. Ну, как бы, как бы я это, не настолько, знаете, прям утрирована. Я как бы за здоровье и за процветание выпью. Вот, но когда я рассказала своему фитнес-тренеру, что я 6 часов сидела с девочками, за это время я съела всего лишь 3 хлебца, и выпила чаю, и выпила вот столичка, ну, алкоголя, потому что просто нужно было... Это сила воли. Она офигела, она говорит, вот это у тебя сила воли. Но мне настолько не хотелось, что я даже не терпела, я не хотела все это есть. Нет, я так не умею. Ну, как тебе шоколадная паста? Да, вкусная, вкусная вообще паста. Угу. Угу. Она с кокосом. Угу. Я вообще к кокосу равнодушна. Вот если, знаешь, там, сказать, сироп, поняла, как в кофе, там, кокосовый, там, или какой-нибудь ореховый, или, там, карамельный, я выберу, там, карамель или орех, но не кокос. Я не знаю, к кокосу вообще равнодушно. Но тут он вкусный. Тут кешью и кокос. Угу. И оно все перетерто, и здесь тоже, по-моему, сахарозаменитель или что-то такое, ну, то, что можно на сушке, вы понимаете. Это подарок небес. Такая вот фирма. Я заказывала все это у своего фитнес-тренера, поэтому я не знаю, где это можно купить. Что ты положила? Доедать не будешь? Твою вообще. Ну, еще мой есть. Ммм, вкусненько. Ходненько. Ммм. Так, ну что, давай сравним теперь вот эту вкусняшку шоколадную с нутеллой, например. Нутелла. Я стойко хожу мимо нутеллы и говорю себе, нет, я не куплю. Ну, вот, а если бы... Ну, вот, лучше взять такую, на самом деле, это и полезно, и вкусное, но очень похоже. Она не такая плотная, но очень похоже. Так что 2-1, да? Да. В пользу пэшки. Да. Да, вот шоколадная прям очень мне. А теперь мы попробуем, кстати, у тебя тоже есть какие-то свои батончики, и у тебя есть чем сравнить, да? Ты же ешь какие-то батончики, берешь на перекус. Я люблю батончики, вот смотрите, бомбар, да, считается, и ты тоже сказала, считается, это одни из лучших вкусных. Ну, я их не ела, кстати, ни разу. Да? Я только слышала, что они, типа, самые вкусные из протеиновых, потому что часто протеиновых какой-то вкус, типа резиновый. У меня есть одни протеиновые, они вкусные. Ты знаешь, все, кто видели вообще вот эти вот бомбары, сразу говорят, да, бомбары, это самые лучшие, самые... Я этого не слышала, я просто доверяю своему фитнес-тренеру, и все, она говорит, вот, вот эти. Да. Но я уже попробовала другие вкусы, у них очень много разных вкусов, и я поняла, что мне нравятся вкусы именно, знаете, не... Допустим, там есть помело какая-то, ну, к примеру, я не помню. Фруктовый. Фруктовый, мне не очень нравится. Я больше люблю синабон, панкейк, чизкейк, то есть, понятно, да, с вкусом... Имитация, короче, булочки какой-нибудь. Да, имитация булочки, и это очень вкусное, емно создать. Вот это у нас сейчас панкейк, вот такой вот красивый, прям там вообще... Да у нас вообще выбор, выбор, чем мы можем сделать безграничный. У них в рецепте. Да, вкусно. О, этим, черничкой пахнет. Отламывай. Черничкой прям пахнет. Вот у меня так же выглядит протеиновый батончик, ой, он прям... Да, вот так же у меня такой бивеный, но без троплений. Класс. Пахнет вкусно. Ммм, нифига себе, тут прям целый, глянь, черника целая. Да, да, я же говорю. Я вчера чизкейк ела. Просто как будто ела чизкейк, реально, только сухой. Ну, прикольно. Е-мое, свинья какая. На самом деле это лучше, чем настоящий панкейк какой-нибудь. Нет, если пэшный панкейк, то можно. Но это можно взять с собой. Ммм, тоже галочку даешь? Да. Три-один. А ты знала, что их на ночь можно есть? Протеиновые батончики. Вроде да. На моих даже написано, можно есть на ночь. Я как прочитала, такая, боже, это для меня. Взяла с собой под подушку три батончика, да? А их много не съешь, я не могу целый съедать. Ну да, он... Я не знаю почему, я даже один батончик не могу съесть. Я ем, а у меня прям все как будто вот, все уже обволакивает все это. Да. Именно, наверное, из-за протеина. Их много вообще не съесть. Согласна. Мне кажется, вообще норма человека в день, ну там около 2000 калорий, да? Мы, например, там, ну набираем чуть меньше. Ну не суть, я их никогда не набираю, но мне кажется, сейчас за одно это видео я уже набрала. На целый день килокалорий. Ем, 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 ем. Я не думаю, мы же так пробуем, пробуем. Да. Так, значит, у нас 3-1 в пользу ппшной еды. То есть это вкусно и, в общем-то, взаимозаменяемо. А теперь давай сравним наш эко-ботаника, лайт, темный шоколад с пищевыми волокнами, фундуком и стевией. В 4 раза меньше углеводов, без добавления сахара, с витамином. Сравним с нашими обычными шоколадками. Я не люблю стейлер обычно. Мы посмотрим, ты почувствуешь ее тут вообще? Да, надо. На минуточку вот этот шоколад мне можно есть на сушке. Это не просто ппш шоколад, это шоколад, который на сушке можно брать и есть. Он с чем-то? С орешками, да? Да, с орешками. Я его еще не пробовала. Я его покупала в Метро за 109 рублей. Как горький шоколад. Но я все его и не чувствую. Вы вообще не отличаются от горького шоколада. Я не люблю горький шоколад. Я люблю. Ты думаешь, у меня есть только молочные? Мне молочные, кажется, что они какие-то с добавлением всяких жиров. То есть молочные мне нравятся только в Бельгию, когда мы ездили. Там вкусные, да. Там любой шоколад берешь, и ты чувствуешь классный. А здесь в последнее время сколько я молочных беру, какая-то гемоза, я не знаю. Мне не нравится. Ну, если это не бельгийский, конечно. А черный, когда берешь, ну реально чувствуешь прям черный темный шоколад. Вроде хорошо делает. Но он похож на обычный темный шоколад, и не чувствуется с келью, кстати. И вообще не чувствуется, что он будет заменять, мне кажется, без сахара. Ну, его тоже много есть нельзя. Допустим, вот одну-две плиточки можно с утра съесть и... Плиточки! Ну, в смысле... Кусочка! Кусочка вот такого, да. Плиточки. Две плитки. Бахнуло с утра нормально. Сколько там? Там, кстати, калорий, между прочим, как в обычной шоколадке, если ты сравнивала. Несмотря на то, что он без сахара, в нем калорий ровно столько же, как в обычной шоколадке. А 500 калорий? Да? 500 грамм. Да. Так что калорийность обычная, и много еды без сахара. А зато без сахара. Но без сахара. Ты знаешь, что? Со стерей. Нет, калорийность, это неплохо, на самом деле. Мы вроде считаем калории там, да, но на самом деле очень важно, я так понимаю, с какой едой они поступают к тебе. Я же тебе говорю, 2000 калорий, нормальный человек, я по радио это слышала недавно, 2200. Не, ну если булочки кушать, то, конечно. То булочки, потому что оно по-другому расщепляется, по-другому попадает. Да, остается. А другое дело, когда ты кашку утром ешь, понимаешь, которая быстро расщепляется, и быстро метаболизм происходит. Ну, я до сих пор еще не знаю все как следует это, да, но это очень важно. Не, ну да, сложно углеводы, просто углеводы. Ну, килокалории мы не должны бояться, мы должны бояться другого сахара, который там как-то усваивается не тем образом, которым нам надо. Нам надо заниматься еще, обмен веществ ускоряться, вот, именно занятиями. Да, метаболизм, когда расшатаешь, все, это прям супер. Ты можешь есть хоть на 4000 калорий, быть хоть. Короче, я так понимаю, что шоколадку тоже одобряюсь, потому что она ничем не отличается от обычного темного шоколада, правильно? Да, но я бы так у нее. Почему? Ну, не люблю темный шоколад. А, ты темный не любишь, все. Ну, это кстати, там есть и молочные тоже такие. Ну, по мне лучше вот такая вот. Вообще. Какая-то понравилась, да? Я еще хочу заказать, она стоит, кстати, 300 рублей. И вот такая стоит 300 рублей. Я дороже брала арахисовую с какого-то сайта. Она была тоже просто из арахисов. Ну, да, цена хорошая. Так, получается у нас 4-1, ПП еда выигрывает. Ух, я рада. Реально, девчонки, это все взаимозаменяемо, я вам не вру, я ничего не терплю, объедаюсь, наедаюсь. Вот, короче, вам всякие идеи для того, чтобы потихоньку можно даже попробовать себя приучить к какой-то еде. Да, и во время съемок этого видео у нас пришла идея, что мы сделаем рецептики, да? Да, возможно, когда я приеду к Полине в гости, может, мы что-то замутим. Да, у нас идея, то, что котлетки тут уже у нас есть, это очень вкусно, и теперь мы хотим придумать какие-нибудь еще другие блюда. Да, может быть сладенькое, кстати, что-нибудь сладенькое. Да, 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 какие-нибудь протеиновые панкейки ПП-шные, что-нибудь такое, в общем, мы что-то сделаем. Это все будет на канале у Полины, поэтому ссылку на нее я оставлю под видео. Обязательно проходите, и еще оставлю на наше видео совместно еще одно. Знаете, что? Видео под видео? Видео под видео, видео. Вот, в общем, все, подписывайтесь на наш канал и ставьте нам лайки, пишите нам комментарии, что бы вы хотели, чтобы мы еще вам сняли. Идей у нас много, мы их все потихоньку воплощаем, но ваши идеи будем тоже учитывать. Пока-пока! Ну, покажи бутерброд, когда ты сделала. Я говорю, теперь можно есть все. Полина решила перебить эту темную шоколадку мясным чем-нибудь, да? Ммм, вкусно. Ну да, темный шоколад, он имеет такой вот привкус. Я тоже не люблю, когда вот это остается после темного шоколада, но вкус его я люблю. Я тоже его чем-нибудь обычно, там, каким-нибудь мягким чем-то запиваю. Приятного аппетита, дорогая. Пожалуйста. До новых встреч! Продолжение следует...